Сенаторы одобрили законопроект республиканского бюджета на 2022. Приоритетом государственной и бюджетной политики останется социальная защищенность населения и повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера зарплаты. В Беларуси выпустили серии вакцин «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Пока это только опытные образцы, однако достижение уже определяет. Выполнен важный этап совместного белорусско-российского проекта. Далее все производственные препараты уйдут на контроль качества в Россию в Институт Гамалеи. Белпочта организует досрочную выплату пенсии за 25 декабря. Получить деньги в Минске, Витебской области, Бобруйском, Кировском, Кличевском, Осиповичском и Глузском районах можно 23 числа. На католическое Рождество будут функционировать только дежурные отделения. Милиция напоминает о правилах использования фейерверков и петард. Приобретать товар следует только сертифицированный и в специализированных магазинах. Эксплуатация пиротехники запрещена в общественных местах. За нарушение грозит штраф от 58 до 879 рублей. В Бобруйский таксист белоребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Авария произошла накануне на социалистической в четвертом часу дня. На место происшествия прибыл реанимобиль с травмами 8-летнего мальчика доставили в больницу.